На этой неделе в онлайн-кинотеатрах появилась впечатляющая подборка новинок, представляющая широкий спектр жанров, от супергеройского экшена до атмосферных триллеров. Фильм «Дэдпул и Росомаха» возвращает зрителей в мир супергероики, сорвав кассу и обновив рекорды по сбору для фильмов с рейтингом R. В то же время ремейк датского триллера «Не говори никому» с Джеймсом МакЭвием доказывает, что неловкий званый ужин может стать основой для жуткой драмы. Оригинальный американский триллер «Сталкер» приглашает на свидание, которое превращается в смертельную игру в кошки-мышки, а психологический хоррор «То, что внутри» уже успел завоевать армию фанатов благодаря напряженной атмосфере и неожиданным сюжетным поворотам. Завершает подборку долгожданная экранизация Стивена Кинга. Жребий, которая погружает зрителей в мрачный мир вампиров в маленьком городке, заслужив одобрение короля ужасов. В прошлом году у Марвел вышло сразу три блокбастера. В этом всего один, зато какой. Дэдпул и Росомаха сделали практически невозможное, вернули интерес к супергероике и убедили зрителей сходить на новинку в кинотеатр. Результат пугающий. Фильм собрал более миллиарда и трехсот миллионов долларов, а заодно обновил рекорд среди картин со взрослым рейтингом. Летнее массовое помешательство наконец-то прошло. И теперь, когда блокбастер вышел в онлайн-кинотеатрах, можно трезво пересмотреть или впервые познакомиться с фильмом, чтобы понять Дэдпул и Росомаха, спасение жанра или просто поверхностная комедия с фан-сервисом, о которой скоро все забудут. Лишь время покажет. Европейские и российские кинематографисты в последние годы зачастили с комедиями о светских посиделках семейных пар. Только датский режиссер Кристиан Тавдруб понял, что неловкий званый ужин – это подспорье не для шуток, а для социального ужаса. Ведь никогда не знаешь, кто на самом деле сидит по другую сторону стола. Триллер «Не говори никому» как раз показал, что за маской добряков могут скрываться совершенно отбитые люди. Голливуд не прошел мимо открытия и решил адаптировать фильм Тавдруппа. Есть ли хоть одна веская причина предпочесть ремейк успешному оригиналу? Удивительно, но да. Одну из главных ролей исполнил Джеймс МакЭвой, который со времен «Сплита» не играл настолько пугающего и непредсказуемого мерзавца. Американцы умеют не только копировать концепты триллеров, но и создавать что-то оригинальное. «Сталкер» – как раз одно из убедительных доказательств того, что жанр до сих пор может удивлять. Фильм Джей Ти Мольнера, разделенное на главы кино об игре в кошке-мышке, в которой не до конца понятно, почему началась охота. Мужчина и женщина идут на свидание, которое может стать последним для каждого. «Сталкер» – стильный и нелинейный триллер, который креативом либо сразит вас на повал, либо взбесит за несколько минут. То, что внутри – жанровый американский хит, который сколотил армию фанатов еще до выхода в прокат. Фильм Грега Жардина покорил Санденс и был куплен Нетфликс за рекордные в этом году 17 миллионов долларов. Решение зрителей фестиваля оправдывали тем, что новинка – идеальное кино для просмотра в компании друзей, а потому должно быть на крупнейшем стриминговом сервисе. Собственно, о таких же компанейских посиделках и рассказывает фильм. «Предсвадебная вписка» превращается в кошмар, когда один из гостей приносит психологическую игру, из-за которой участники начинают делиться секретами и сокровенными желаниями. Недавно отметившего 70-летие Стивена Кинга, в этом году кинематографисты поздравят лишь одной экранизацией – романа «Жребий», который уже переносили на экраны аж два раза. Фильм, как и первоисточник, расскажет о писателе Бене Мирсе, который возвращается в родной городок Салем-Слот ради вдохновения и внезапно узнает, что в страшном доме на холме поселился кровожадный вампир. Фанаты короля ужасов пока спорят, стоит ли заносить жребий в не самый обширный список удачных адаптаций, но большинство вроде бы сходится во мнении, что зрелище получилось и правда жуткое. Среди них и сам Кинг, который высоко оценил новинку и назвал жребий достойным олдскульным фильмом ужасов.